Меня зовут Алексей Атанасьев, я C++, разработчик из Воронежского офиса VATAR. Моя карьера, в мою судьбу, связана с телекомыми всякими решениями. И последние годы я участвую в разработке высоконавроженного сервера для наших клиентов, компании, производящихся в моменте. Сегодня я предлагаю поговорить о том, почему C++ такой быстрый. И действительно, если мы посмотрим на те случаи, где применяется C++, то мы увидим, что по многому это задачи, которые требуют большой скорости работы или обработки большого количества данных. И хотелось бы эту металку посмотреть, например, такие как майнинг, трейдинг, всякие биржи пишутся на C++, апопилоты, роботы и все прочее. То есть, есть какое-то качество C++, которое заставляет разработчиков раз за разом обращаться к этому языку программирования, когда речь заходит в скором воздуху всяких систем. Но как сравнить язык C++ с другими языками? Например, вот сайт PageSmart Games делает это так. Существует несколько базовых классических алгоритмов, и разные разработчики предлагают реализацию этих алгоритмов на разных языках программирования. И на сайте это все тестируется, и результаты выкладываются. Как можно заметить, что C++ во многих алгоритмах занимает первые места. Но, правда, не во всех. В этом алгоритме занимает седьмое место. И складывается такое впечатление, что если мы возьмем какой-нибудь прототип, написанный в простом языке, типа Python, просто перепишем на C++, и он начнет работать у нас просто магически в тысячу раз быстрее. Но, на самом деле, немножко все не так, и я хочу поделиться одним случаем из своей практики менторства на программе DataArt.IT Readers. Но сначала пару слов об этой программе. Эта программа виднеет людей, тех, кто хочет поделиться опытом с теми, кто хочет чему-то научиться. Мы уже провели несколько наборов, много положительных отзывов. На этой программе можно заняться каким-то своим проектом, подтянуть теорию и многие разные вещи. Инициативная информация. Следующий набор начинается в конце февраля, но пока она у нас не была. Так что приходите, можно будет что-то поделать. Обратно к нашему случаю. Я искал интересную задачу на C++ по C++. И так как я люблю ходить на барную викторину, я придумал такую задачу. На самом деле, там есть тур, который называется алфавит, что на себя представляется. Дается вопросы, два блока по пять вопросов. И ответы на каждый вопрос, буквы все собраны и сразу дается источник с этими буквами. Как подсказка идет. Ну, я подумал, что вот у нас есть все буквы, у нас есть слова русских слов, почему бы нам просто не подобрать все слова, которые удовлетворяют вот это правило. Ну, на самом деле, их слишком много, и так вот блок решать нельзя. И в итоге получился вот такой. То есть сначала мы читаем входные данные, потом мы фильтруем слова, которые явно не подходят под наш набор букв. И остается там несколько сотен слов, и мы их делаем в перестановке. Ну, там в перестановке называется сочетание, то есть нам нужно выбрать пять из ста, пять из трех ста. И это у нас вот такой формулы определяется, сколько возможно комбинаций. И если поставить здесь пять из трех ста, там будут очень какие-то дикие цифры. Ну, меня это не смутило, когда я писал на Python прототип. Я просто запустил программу, подождал 10 минут, она 10% слов не обрабатывала, я ее выключил и отдал к нити. Ну, там попался довольно смышленный студент из Питера. И первая его задача была переписать дословно с Python на C++. Он переписал, и результат был как бы немножко неожидаемый, потому что программа на C++ стала работать медленнее, чем на Python. Там у нас был какой-то сокращенный набор слов, чтобы можно было тестировать не многие годы, а быстро это все проходило. И почему-то программа C++ в его руках стала работать медленнее на Python. Это удивительно, но на самом деле, если это медленно, то некоторые вещи тут не являются эквивалентами. Например, вот Append, это не эквивалент Pushback. Пару за пару месяцев улучшали алгоритм, улучшали работу с памятью, и в результате получили упорным трудом улучшение производительства 60 раз. Давайте посмотрим поподробнее. Например, вот в этом примере есть вот такой вот кусочек кода. Тут у нас вызывается опять же этот Pushback. Что делает Pushback? Pushback, он добавляет в конец вектора. Но он не просто добавляет, если у нас нет памяти, он проверяет еще память, переавлоцирует, как-то это все копирует. В общем, тяжелая вещь. Почему? Потому что каждый раз, когда он переавлоцирует память, он спрашивает у системы в какой-то млайнджер памяти, чтобы выделить ему еще кусочек памяти. А там, может быть, не оказаться, и пойдет целое рутинное выделение памяти системы. И если это дергать каждый раз 100 тысяч родных, 100 тысяч – хорошо. Да, в принципе, 100 тысяч раз в секунду может дергаться, то это уже никогда не годится. Что у нас есть с C++ для этого? Мы можем обычному вектору определить вот такую вещь, как локатор. То есть это стандартная библиотека. И в этом локаторе можем прописать управление памятью, сами переписать, и это уже будет на уровне приложения. То есть вот это переместится сюда, и тогда программе не нужно будет ходить в операционной системе, и это будет работать довольно быстрее. На самом деле, подобный подход переноса и каких-то задач, которые решает операционная система на уровне приложения, зачастую ускоряет работу всего приложения. Также мы можем перенести и в сетевую систему, и в файл эту систему. То есть, что это значит, мы можем смапить файл в адресное пространство приложения. Для приложения это будет просто область памяти. И мы можем туда писать, читать без тревожной операционной системы. Сетевые сокеты, тоже есть отдельные сетевые сокеты, которые могут в обход операционной системы работать нормально. То есть, из этого слайда можно сделать такой вот, что у C++ есть инструменты, которые позволяют работать с ресурсами более приятным для операционной системы. Более способом приятным, а приятным в плане того, что она ничего не будет делать. И раз там запросят, то сок памяти и дальше будет работать. Но C++ делает быстрым не только эти инструменты, а также, например, компиляторы. C++ это компилируемый язык программирования. Что это значит? Значит, чтобы получить программу из кода, мы должны вызвать компилятор, который нам все сделает хорошо. Тут я хочу показать, как компилятор оптимизирует наш код. Например, вот тут не очень хорошо видно. В общем, есть у нас общая функция, которая учет своего типа квадратного уравнения. И эта функция вызывается одной разой из других двух функций. В одном случае она с параметром называется, в другом случае просто с числом. Вот так выглядит ассемберовский код этого C++ кода. Я вас не жду, что вы будете понимать, как работает ассембер и что вообще тут написано. Но вот этот ресурс, который называется Comparer Explorer, который ссылка будет в конце, он подсвечивает цветом. То есть вот эту строчку он преобразовал в эту часть ассембера. Вот эту он преобразовал в эту. Ну и так далее. И в неоптимизированном фоне мы можем видеть, что у нас есть call. Это значит вызвать вот этот бетчмарк. Ну, в принципе, как тут написано слово в слово, мы вызываем этот бетчмарк. Если мы включим имптимизацию в компиляторе, мы уже увидим другую картину. Во-первых, функция main1, которая с числом, она превратилась в одну ассемберскую команду с каким-то числом. То есть компилятор во время компиляции вычислил значение вот этого всего и поставил просто число. Во втором случае он тоже сократил вот эту желтенькую до вот этого и не стал делать call, а он должен был, по идее, взять call вот это. Но он просто поставил этот код. Это тоже оптимизация, о которой мы потом поговорим еще. Дальше, что у нас есть в оптимизации? Вот, например, мы поля структуры инициализируем. В неоптимизированном коде тут как бы все понятно, а в оптимизированном мы видим интересную вещь, что вот инициализация поля, что у нас такой bootshort, она разделилась на два, то есть компилятор смешал две оптимизации. Тоже оптимизация, о которой мы чуть-чуть позже поговорим. Но надо быть для том, что если вы пишете команды одно за другом, то в оптимизированном коде они могут быть в другом вообще порядке, могут быть смешаны, то есть не стоит пытаться сделать лучше, чем компилятор. Так, еще интересное, ну последнее, что мы про оценку, про компиляцию, про center plane, это zero cost abstraction. Что это значит? То есть у нас есть две функции. Одна просто добавляет 42 к intu, а вторая, второй передается объект, в который вызывается переопределенный император, в котором вызываются функции, в которые добавляются 42. и в неоптимизированном коде это все как бы слово в слово прописывается, а в оптимизированном коде мы в обоих случаях видим просто одну команду center одинаковую абсолютно. То есть вот эта вот вся оболочка в оптимизированном коде нам через стоило. Это называется zero cost abstraction. То есть оптимизация, которая для скорости важна. А еще говорят, что C++ это язык программирования, электропризы к железу. Что это значит? Это значит, что программист должен иметь какое-то представление о железе, на котором пишут, как работает процессор, как работает память. Но современные процессоры, упрощенная схема процессора, как это работает, как это на пристале, то есть если в этом все копаться, то уже C++ забудете. Надо как-то выходить из положения, и надо иметь какую-то модель, ментальную модель железа. Когда я начинал программировать еще в школьной, у меня была вот такая вот модель железа. То есть есть какая-то память, есть процессор, в нем есть арифметик девайс, который вычислитель. Они как-то обмениваются, то есть процессор берет отсюда команду, смотрит, что надо сделать, берет данные, вычисляет, пойдет обратно. В принципе все понятно, можно уже что-то программировать. Я с такой ментальной моделью много программировал, но потом уже работаю программистом C++, и анкнулся на код, который работал не так, как я ожидал по этой модели. Я не помню, что это был за код, но можно этот эффект посмотреть на вот таком коде. Что тут написано? У нас есть вектор, довольно большой, то есть если у нас, допустим, 4, то это 100 мегабайт. Он заполняется случайными числами от нуля до размера вектора. И потом мы проходимся по всему вектору и меняем текущий элемент местами с элементом, номер которого записан в этой ячейке. У нас есть два случая. В принципе и там, и там тоже самое делаем, но в любом случае у нас есть еще вот такая вот команда. То есть вот этот код одинаковый, за исключением вот этой вот штучки. Эта штучка, что она делала? Она просто не дает сместиться далеко. То есть мы можем менять не с рандомным значением, а с рандомным, но не больше восьми, семейным. Ну вот. То есть сложность алгоритма, и в том и в другом случае, она одинаковая. Нам нужно пройти по всему вектору и каждый раз поменять местами. То есть, по сути дела, количество команд, количество тактов для выполнения вот этого всего должно быть одинаковое. И вот мне интересно, как вы думаете, в каком случае скорость работы программ будет быстрее? Давайте поднимем руку, кто за то, что адидарта работает? Кто за то, что работает быстрее нулевой случай, в котором есть вот эта дополнительная команда? Ага, хорошо. А кто за первый случай? Никто. Хорошо. Ладно. Результаты вот такие. Нулевая вот эта вот случая работает явно быстрее. Что это за точки? Это номер случая, это миллисекунды, сколько это выполняется. Каждая точка – это отдельный запуск вот этой вот программы. Я написал скрипт, который запускает программу в каждый случай по сто раз. Акутит это все в JSON-файл. И питоновский скрипт рисует вот эти крокотые графики. Там будут потом ссылки, какие я это делал, можно потом дома проверить. Дело все на этом ноутбуке, поэтому там даже есть нюансы. Вот. И, собственно, почему так произошло? Мы делаем дополнительную команду, а работает быстрее ощутимо. Надо как-то менять модель свою ментальную, и она становится вот такой же. То есть у нас есть кэш, который… То есть когда мы меняем, но не с любой, а который только рядом находится, большая вероятность того, что вот это вот другое уже будет в этом кэше, и нам не придется ходить в память, и это будет работать быстрее. Тут я показал, что вот эта толстая стрелочка – это тоненькая, значит скорость маленькая, а тут побольше. Вот. Это называется кэш-прендли код. Хорошо. Если окунуться дальше в кэш, как он устроен, я придумал такой код, но он не очень красивый. Я не хотел, чтобы его брали за пример и когда-нибудь использовали, но все равно. Значит, у нас есть вектор, опять же, заполнен случайными числами, и мы замеряем, как… А, и мы считаем сумму элементов остатков деления на 32 элементов этого вектора в 4 потока. То есть каждый поток, он берет часть вектора свою, скрытая, ну ладно, то есть он только четверт. И все это идет в сумму, которая Atomic In. Atomic In нужен нам, чтобы не было race-condition. То есть что значит, что race-condition? Хорошо. Пару слов сказать надо. Race-condition – это когда мы в два потока пытаемся менять одну и ту же переменную, скажем, прибавлять не единицу. Но из-за того, что это все как бы синхронно идет, результат может быть… Ну что значит прибавить единицу? Значит прочитать, что было, добавить единицу и записать обратно. Но если два потока одновременно прочитали, они одно и то же прочитали, оба добавили и оба записали. Или оба числа записались и оказалось, что не на два прибавилось, а на один. Вот как-то такое. А Atomic Int, он от этого спасает, но он спасает как? Когда мы пытаемся писать, он сбрасывает в свое значение других кэшер. Ну то есть он не бесплатный, грубо говоря. Нам как-то это улучшать, в принципе, да. Это вот как замеры, чтобы показали. Как улучшать? Ну, есть такая идея, например, сделать на каждый трейд отдельный Atomic Int. Вот структуру я поместил. И теперь в каждом трейде свой Atomic Int увеличивается. Вроде как все хорошо, должно стать лучше, потому что у вас уже один трейд не сбрасывает значение такого трейда. Все хорошо. Но на самом деле результат противоречивый. То есть в каких-то случаях стал чуть-чуть лучше, а в каких-то намного хуже. Почему так может быть? Потому что оказывается, что наш кэш, он не просто кэш-значение, он работает кэш-линиями. То есть если мы из памяти что-то берем, то мы берем не одну ячейку, а целую 64 в процессоре, который в ноутбук у меня. 64 байта – это длина кэш-линии. То есть мы можем увидеть, что два ряда значения могут попасть в одну кэш-линию, а могут, если они опять в памяти рядом лежат, но они могут попасть в разные кэш-линии. То есть опять мы улучшили нашу ментальную модель. Представляете, как все работает. Как можно наш вот этот код улучшить? Это добавить отступы. Еще раз повторюсь, что этот код плохой. Но мы добавили здесь отступы, и в результате получилось как бы чуть-чуть лучше. Да, но хочу обратить внимание, что все равно есть какая-то ситуация, результаты. Дальше. Дальше тот интересный момент. Теперь у нас код, который считает, вот интересно как называется, count if. Он пробегается по вектору, а вектор закона у нас от минус 7 до единицы. И пробегается от 1 до по всему вектору. Выполняет вот эту дианту функцию. Если она true, то увеличивается счетчик, и потом счетчик уже хочет записываться сюда. Опять же, у нас есть два кода, два вектора. Но в одном случае, перед тем как мы вот этот запускатель сделали сорок. Да. Что получилось в результате измерений? В сортированном векторе, ну вот этот count if, с сортированным вектором работает намного быстрее. Ну, ощутит быстрее. Почему-то, казалось бы, мы все равно пробегаем по всем значениям вектора, для всех значений все равно вызываем одну и ту же функцию, но результат у нас другой. Как бы у нас с точки зрения кэша тоже все бежит в одном векторе, в котором мы постепенно пробегаем, все окей. Что оказывается? Оказывается, у нас есть процессорит такой вот вещь как prefeture. Что он делает? Он пытается угадать, какая века кода пойдет дальше. И вот в этом коде, на самом деле в ветвении, там стоит if, вот результат этой функции, как true или false, то делаем мы это или не делаем. И prefeture, он видит, что, скажем, в сортированном векторе, у нас одно значение. Там он проверил ленды функции, он там false. Второе, там третье, и он уже все, вот понятно. Дальше, скорее всего, будет false. А потом в true тоже. И он сразу подтягивает команду, эту ветку кода в свой кэш-команд. Это позволяет реже обращаться к кэшу, и в результате ускоряет работу программы, как мы видим. То есть казалось бы, что можно подумать, что не всегда это влияет вообще на работу программы, но результат показывает, что влияет. И на практике тоже есть моменты, когда мы делаем код, пишем код, который будет работать там 60-10000 раз в секунду. Нам важно сказать компилятору, или как-то prefeture, что вот эта редка кода, скорее всего, будет первая работать. И есть встроенные функции, вот я жалко там built-in-expect, как-то так называется, которые говорят, что вот у нас вот эта редка if, она пойдет первая, или там аппарат не пойдет первая. Или можно есть тоже специальные функции, которые можно сказать prefeture, что а вот сейчас потяни, пожалуйста, вот тот кусочек кода, или те данные. Это тоже инструмент C++, который позволяет читать быстрый код. Так, у нас, наверное, да. И вот эти вот оптимизации, как раз они нацелены спросить работу prefeture, что вместо call у нас идет вставленная эта функция, просто ее код вставлен сюда вместо call. То есть, когда у нас в кэш подгружается вот эта вот, вот эта main2, то у нас уже вот эта функция подгружена в кэш. А если бы у нас там не было, то еще if, prefeture подошел бы, посмотрел бы, он подгрузил бы эту функцию в кэш или подгрузил бы. То есть, если прямой алгоритм безветвлений, то, скорее всего, подгрузил бы. А если бы у нас там вставил if, то уже вряд ли. Это называется inline оптимизация. У нас есть ключевое слово inline, которое позволяет сказать компилятору, что рассмотри этот кусочек кода и попробуй его вставить внутрь функции как код, а не как вызов. И вот это тоже помогает prefeture подтянуть какие-то данные. То есть, у нас, кстати, команда, они сначала попадают в prefeture, потом управляют на прихметический девайс. И если он видит, что там нужно подтянуть что-то, то он подтягивает. То есть, компилятор считает, что вот так будет легче префетчера. Память. Допустим, мы хотим объявить структуру вот такую. Но мы знаем, что c, c++, поля структуры, они в памяти лежат 1 на 1. Мы решаем, хотим посмотреть, как они там лежат на самом деле. Позываем функцию offsetoff и видим, что у нас первая коря лежит с нулевым, а всяком, вторая с 2, а третья с 8. То есть, вот эти данные у нас какая-то дырка в памяти. Мы начинаем гуглить, что за дырка в памяти. Я могу говорить, что это, на самом деле, выравнивание, которое помогает процессорам работать быстрее. То есть, экономика и гетасэнтерские команды. В общем, это должно работать быстрее. Ну, мы говорим, нам это не нужно. И думаем, как от этого избавиться. Оказывается, есть прагма, директив капиллярка, которые говорят, что... Теперь, ну, тут выравнивание до 8, на самом деле, называется. А тут до 1 поставили и проверяем offset, и у нас вот так вот все лежит. Все вроде хорошо, все компактно. Теперь надо посмотреть, как это вообще, что изменилось. Есть 4 кода, 4 пуска кода. Опять у нас вектор, опять у нас заполнен... А, я со спойлерами, ладно. В общем, 4 случая. В обоих случаях мы добавляем вот этому value, который у нас был у меня, double. Значение такое. Вот в этом случае у нас структура используется data, которая... В верхних двух случаях data, которая выравнена до 8 байт. Это data. В нижних двух случаях это data, которая выравнена до 1 байт. Это data1. Слева у нас последовательный доступ, когда мы перебираем coreEach, перебираем все элементы вектора. Справа у нас более сложный случай. У нас есть вектор случайный, случайный IDX. В нем записан случайным образом индексы массива, грубо говоря. И мы перебираем по всем индексам и, грубо говоря, случайным образом меняем... Добавляем не последовательным элементам value, а случайным образом. Я хотел вас спросить, как вы считаете, какая будет работа быстрее, у вас я уже нажал кнопку. Ладно, не буду спрашивать. В общем, что получается? Когда у нас последовательный доступ... А, вот это у нас выравненный до 8, а это до 1. Это до 8, это до 1. То есть, когда у нас последовательный доступ, то быстрее работает выравненный до 8. А когда у нас рандомный доступ, то работает быстрее выравненный до 1. Причем времена очень разные. То есть, если тут вот это все миллисекунды и это миллисекунды. Как это можно объяснить? Что на самом деле наше выравнение действительно помогает работать процессором быстрее. Вот в этом случае. Когда промахи кэша у нас не влияют. То есть, когда у нас код кэш-френдли, то дальше следующим шагом у нас идет такая оптимизация выравненная. А когда у нас код не кэш-френдли, а когда у нас случайный вообще доступ, то вот эта вот не кэш-френдлиность, она убивает все оптимизации вот этого уровня. И получается, что уже не имеет смысла особо. Выравнитесь на случайный доступ. Да, последняя версия нашего ментальной модели. У нас еще тут добавляется, что может быть выравненная или не выравненная. В принципе, понятно все. Да, сегодня быстро уже подходит к завершению. Во-первых, нужно сказать про бенчмарки. Вы видели, что каждый запуск он давал довольно разное. То есть, эти точки сильно был размах. Но на самом деле, я использовал когда случайные числа. Это были не совсем случайные числа. Это была совершенно случайная последовательность. Все время с одним и тем же синем. То есть, как бы, это была совершенно случайная последовательность, которая была каждый раз одинаковая для каждого запуска. Вот. И при этом результаты сильно отличались. Все равно. Почему? Потому что не только тестовая программа работала на компьютере. Там еще работало много всяких других вещей. И кэш он, как бы, для всех программ один. И его переключение контекста. Вот почему все они убивают производительность. Также нужно уделить внимание спецификации железа. Например, более новые процессоры имеют более хитрый алгоритм префетчинга. И могут показать там, где префетчеры у нас играет какую-то большую роль. Могут показать лучшие результаты даже при той же частоте, при тех же размерах кэша. Ну и размер кэша, естественно, влияет. Потому что если мы какую-то задачу тестируем на одном процессоре, то на той же системе на другом процессоре. Но у него больше кэш, то у нас все влезло в кэш. В какой-то момент и скорость увеличилась. Да, как версия так. Что это имеется в виду? Что, например, в ноутбуках процессоры они мощные. Но они не рассчитаны, чтобы долго работать на полную мощность. И бывает, что, скажем, экономят на охлаждении. Если процессор ноутбука бывает на свои 3,5 ГГц, то он работает так минут 10-15. И потом начинает сбрасывать частоту, потому что перегревается. Это может повлиять на тесты. А, например, серверные процессоры имеют частоту поменьше, скажем, 2,7. Но они могут с этой 2,7 ГГц работать от 4 на 7 всю жизнь. И в высокопроизводительных системах пытаются BIOS настроить так, чтобы процессор всегда работал на полную мощность и не пытался даже бросить частоту. Еще есть такой момент, что в больших серверах, где либо какие-то серверные крутые процессоры, либо даже есть материнские платы для нескольких процессоров. И там такая архитектура, что система разделена на несколько частей. Это называется NUMONOD. Потому что каждая часть – это какое-то количество ядер процессора, какое-то количество памяти, какое-то количество периферии, которые между собой работают быстро. А если это конкретное ядро закончить работать с памятью с другой нумонодой или с другой периферией, то скорость… там просто нужно больше так, как процессор идет, чтобы получить доступ. И нужно, чтобы все работало быстро, так запускать свои приложения, чтобы они работали с памятью с той же NUMON, что и ядро процессора или что в той периферии. В общем, делить это внимание. Ну и DAT, DATASET. То есть нужно подбирать такие данные, которые будут как перерпорезитативные. Можно несколько их сделать, поменьше, побольше, побольше, чтобы посмотреть, где там кэш у нас в NUMON, где у нас в промахе кэш, где там все в кэше вмещается. В общем, делить это внимание. Ну и, собственно, ответ на вопрос, почему C++ такой быстрый? Ну, потому что у него есть инструменты, которые позволяют ему быть быстрым. Во-первых, инструменты работают с ресурсами, то есть с памятью, с файловыми кемберами. В этом есть стандартные библиотеки, есть какие-то дополнительные ресурсы. Есть DC++-крутые компиляторы, которые разрабатывались с людьми с степенями в Computer Science десятилетиями. Поэтому сейчас их оптимизация, которую делает компилятор, просто бывает удивительна. Но код при этом все равно работает как и задуманный, как и стандартный. Может быть не так, как вы задуманы, но так, как это описано стандартно. Ну, это то, о чем я, собственно, рассказывал с примерами кода. То есть это нужно... C++ позволяет писать так код, чтобы это отражало вашу ментальную модель системы. Какие... Какие-то использованные кличи этой системы. Ускоряя работу. То есть... Более близко к железу, но не к настоящему, к вашей модели. Ну, и самое главное, что это... Усилия программистов, которые вот это все, на самом деле, используют. Если они не будут использовать, то суски будут быстро. Так, ну что ж. У меня все. Полезные ссылки. Вот. Вот. На гидкабе то, что вот этот весь код, который я сегодня показывал. Код, который строит графики. Может посмотреть на... Пришли есть... К... К... Каналу в Телеграме. Ну, как мы уже... В прошлый раз присоединились. Ну, наверное. А... Собственно, вопросы какие-нибудь есть. Да, пожалуйста. У меня вопрос про компиляторы. Вот. Я сейчас как бы... Разрабатываю на интернете. И у нас, грубо говоря, есть... Ну, один компилятор. Вот. Вот. Вы сказали, что в C++ их огромное разнообразие. Ну, не огромное, но разнообразие. И как при разработке выбрать нужный компилятор? Типа, как выбрать свои, без чего? Хорошо. Вопрос звучит так. Как выбрать компилятор для C++? Или компилятор выбирает? Тут... Нужно отталкиваться от того, какую систему вы пишете. Потому что компиляторы есть, конечно, как платформенные, но под Windows... Ну, в принципе, можно на кланге под Windows, но может и не стоит. Посмотреть конкретно какие-то моменты, как какой компилятор делать. Это помогает... Вот этот вот ресурс, например, в Compiler Explorer, посмотреть, какой компилятор, как компилирует код. Или, например, я недавно смотрел... Просто кто-то хотел меня потроллить, сказать, что Node.js работает быстрее, чем C++. И скинул код... А, нет, это было даже не... Это было даже как конференция, там уже сказал, что он примерно так же работает. Оказалось, что компилятор, вот тот код, который этот мужчина продемонстрировал, он работает на C++ собранным компилятором под Windows, медленнее, чем... Ну, примерно так же, как Node.js на Linux. Но тот же код, собранный на Linux с помощью GCC, работает очень быстрее. То есть, и я посмотрел вот эти вот Compiler Explorer, действительно, GCC в два раза меньше код делает, чем компилятор под Windows. Также есть Cloud, это более современный компилятор. Он, по-моему, расплохой, но под Windows точно есть. И в нем есть какие-то фишки, которые... Ну, нет в GCC. Я не хочу углубляться, но, в общем, есть вещи, которые под GCC нельзя собрать, которые можно собрать в Cloud. То есть, вот от этого можно еще отталкиваться. Но это уже очень такие задачи. То есть, в основном, как раз под что вы пишете, под Windows, под Windows. Иногда вы пишете крафт-платформе, и вы используете все компиляторы. Такие вот. Не всех есть, но можно и все использовать, в принципе. Вот такой ответ. Спасибо. Еще? А, еще вопрос. Какие книжки можете советовать? Я, какие книжки могу посоветовать? Я на память не помню, какие книжки. Последняя, которую я читал, была по стандарту C++17. И она мне лично показалась немножко не то, чтобы скучной. Потому что первая со страниц была о том, что я ее так знаю. А последние, там, еще сто страниц о том, что я сумею, что мне когда-то пригодится. Ну, и вот. И я вообще смотрю конференции. То есть, есть конференции, там всяких икон. От Яндекса конференции, по которым выступает разработчик C++. Треться опытом. И что-то помечаю, что-то начинаю использовать, что-то проверяю. То есть, грубо говоря, посмотрел конференцию, увидел код. Сел в САП, посмотрел, как он работает. Как-то так. А если по источному знанию, ну, SecretPay Reference. Просто или там про Boost, то же самое. SecretPay Reference, ладно. Для Boost, не знаю, как называется. Вот. Еще какие-нибудь вопросы? А можно тебе чуть подробнее рассказать про плане оптимизаторов? Ну, во всяком случае, вот GCC-шные, там они же есть. Ну, просто есть O1, O2, O3. Вообще, вот, извини, какая разница и какой тогда сбирать? Потому что, понимаете, какие-то нюансы. Ну, да. O1, какая-то мини-оптимизация, не знаю, никогда не использована. Но между O2 и O3, там бывает так. Что, опять же, это вот интересно посмотреть вот эти вот Comparer Explorer, как это работает. И O3, бывает, делает программу больше. То есть, он максимально использует эту вот inline-оптимизацию, вставляет куски и другие функции. Эти функции, ну, в некоторых случаях. Ну, там флаги и оптимизации, это O2, O1, O2, O3. Это, как бы, в верхней части АЭСГЭГА. И когда есть, когда мы пишем не под какой-нибудь x86, а мы, там уже свои флаги, которые позволяют, не знаю, операцию с плотностью. Вот так, floating point, как-то делать, включать, что это работает hardware на витрах. Ну, это я писал подаром. И во всех hardware была hardware на реализации операции с плавающей точкой. То есть, компилятор разворачивал операцию с плавающей точкой или какой-то там, чёрт-те-что, и можно было их избегать. Ну, вот. Аккуратно, где-то. Ну, ещё какие-нибудь вопросы? Получается, что под каждым процессом мы имеем свои оптимизации, ну, если они, в принципе, различаются, допустим, марма, или что-то другое? Хорошо. Вопрос, нужны ли эти под каждым процессором? Да, это будет. Оптимизация. Флаги O, X, они, как бы, универсальны. Другие флаги вам понадобятся уже с конкретных процессором, если понадобятся. Вообще, оптимизация, там, компиляторы, они работают так, что сначала они собирают код какой-то вопчём, там, нет языков, промежуточный, как бы, вариант, оптимизируют это для всех, как бы, универсальный язык, для универсального процессора, а потом уже низкоуровневый тоже компилятор, который уже переводит из этого промежуточного языка в машинные коды, он дополняет ещё оптимизацией для конкретного процессора, который собирает. Сам себя там не нужно особо ничего ставить в какие-то флаги. Вы сказали про промежуточный язык. У нас в Дотнете тоже такое же есть. Ну да. Они примерно схожим образом работают? Я, честно говоря, не знаю. Я просто очень не проходил. Мне просто непонятна цель. Допустим, Дотнете нужен для того, чтобы там языки, которые объединяют по Common Type Specification собрать как бы одним компилятором, а вот с C++ я не понимаю, зачем нужно промежуточным языком. Ну вот как раз для того, чтобы промежуточному языку применить общую оптимизацию, а потом уже для каждого процессора свои оптимизации применяется в класс собирается код именно creat который процессор То есть люди которые есть люди которые пишут общую оптимизацию которая применяется для всех процессов а есть люди которые оптимизируют под крайними процессоров которые разбирают что это вообще за процессор что это за архитектура как ему может быть оптимизировать а люди Они делают общую часть, а они не знают, как процессор работает, не знают, как работает общая система. Можно дополнить? Когда ты собираешь C++ программу, у тебя получается машинный код, который на процессоре выполняется. А когда ты C Sharp программу собираешь, у тебя получается byte-код, который выполняется на виртуальной машине. Одно выполняется на реальном железе, а другое на виртуальной машине. А виртуальная машина уже на железе. Ну то есть там прям непрерывночное звено. Ну банькот. Я почему-то думал, что нужно собирать все-таки машинный код. Нет, там в DLOG хранятся и там в DLOG хранятся. Там есть символы экспортные и машинный код. По крайней мере, я не знаю, как в DLOG, но в DLOG для Linux. Вы можете посмотреть, что лежит в этом файле. Увидите какие-то козябы с кусками осмысленного кода. Это типа экспортный символ, который видит программу, которая подружает, разделяем библиотеку. И есть бинарный код, который видно прям бинарный. Ну ассемблер это текстовое отображение машинного кода. Да. Я сейчас вьетнамский службек из института, где мы писали под микроконтроллером MK51. Писали на ассемблере. Ну, писали ручкой в тетрадке на ассемблере. Потом была методичка, где каждый код ассемблера означал в чистосерической системе. Мы садились за какой-то стенд и в чистосерической системе каждый этот код вводили руками. Вот так вот это было. А по работе с ассемблером приходилось? Ну, да, приходилось, но это было... Вот говорят, что ассемблер нужно, чтобы улучшать C++, там, C++ вход, чтобы он работал быстрее. На самом деле я не верю, что человек без степени в Computer Science по компилятору может быть сделан быстрее, чем делать компилятор. Но можно сделать хуже. Иногда нужно, скажем, вот, ты знаешь, что, вот тут сейчас у тебя все сомтимизируется, и все будет работать не так, как ты хочешь. Но можно ставить точку хотя бы на упор, и будет работать прямо, как ты хочешь. Но он испортит ваше представление о том, как должна отработать программа. То есть вы так представляете, он по-другому, но он сделает именно так, как написано стандартно, как он должен был сделать. Ну вот в чем прогнозки. Ошибки-то есть, но поймать, чтобы ошибка была в компиляторе, я не представляю. У меня был случай, когда мы поймали ошибку в процессоре, что один и тот же код на одном арне работал нормально, а на другом неправильно давал смещение, как раз выравнение проблем было. То есть это была реализация гидра процессора неправильно. Ну неправильно, не знаю, может они это писали где-то, но было неожиданно для нас. Но чтобы компилятор что-то неправильно сделал, такого не было. А вообще где-то еще осталась история с применением именно вставка сендерного кода. Я знаю, что драйвера, по-моему, иногда когда пишут, это еще бывает актуально. А помимо драйверов, там без любых везде. Последний, который я помню, в рабочем ходе вставка сендера, это был так называемый барьер, чтобы компилятор меняет местами. И вставляем в ассендерскую вставку барьер, и он меняет до, и меняет после. Чтобы не менял, как бы через барьер не переходил. У нас в официальной прибуды есть. Да, да, там есть в плюсах есть сабрибуды, но почему-то там, да, это чисто ассен и вот этот барьер был вставка после последнего кода. Я не знаю, да, есть, я как-то общался с человеком, который пишет прошивки для импульсных источников питания мощных, и он, в принципе, говорит, я пишу на ассендере. Почему на ассендере, почему не носи? Он говорит, что если я четкий регистр никак запишу, то у меня сгорит этот транзистор, который стоит там несколько тысяч рублей. Вот, поэтому нужно как-то это контролировать. Тестировать тяжело не надо. Ну, быстрее не надо. Еще к вопросу? Ну, я думаю, можно заправляться. Всем спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ